здравствуйте дорогие друзья в эфире очередной выпуск программы разговор о медицине и сегодняшняя наша программа посвящена борьбе со снюсами это очень злободневная тема на сегодняшний день и у нас в студии юрий борисович келлин заместитель главного врача ульяновской областной наркологической больницы здравствуйте здравствуйте юрий борис ну вот буквально прямо на днях был принят закон запрещающий продажу снюсов несовершеннолетним детям и мы очень гордимся тем что этот закон был принят именно в нашем регионе что мы одни из первых регионов которые именно по поручению губернатора вот это сделали да что мы приняли закон я думаю это даст какие-то подвижки но ведь совсем недавно вот о снюсах вообще не было ничего известно откуда это взялась это и вот гадость да вот откуда это все взялось откуда эти корни растут откуда вообще-то вещество появился в россии но изначально снюс появился в швеции в семнадцатом веке ну и до последнего времени там находил широкое распространение и употребление в 2010 году о нем стали говорить в россии но тогда снюс в принципе был табаком который использовался для сосания жевания то есть никотин содержащий табачный продукт в 2013 году он попал под запрет распространения в связи с выходом федерального закона об охране здоровья граждан от табачного дыма под этот же закон попал на свай но производители снюса они на этом не остановились и соответственно начали искать лазейки в законодательстве и придумали вот такой вот бестабачный никотин содержащий продукт который как раз попал сейчас под запрет закона ульяновской области он так и называется о запрете продажи несовершеннолетним никотин содержащего бестабачного продукта не являющийся лекарственным средством значит который использует вот как раз путем сосания жевания значит слава богу все это произошло своевременно но будем ждать результат потому что на самом деле вот этот закон который был инициирован как искал губернатором до принят было заказать собранием и вы тоже все видели практически единогласно потому что но здесь разговор даже быть не может это наши дети и иначе просто быть не могло и бальше скажи пожалуйста вот каково воздействие этих снюсов на организм ну скажем так детский организм подростковый организм ну все мы знаем что детский подростковый организм он находится в стадии роста и развития ну лет до 20 с этим даже связано законодательные инициативы минздрава которая значит подразумевает увеличение возраста продажи никотин содержащих изделий до 21 года не все системы детского организма работают еще слаженно масса тела не у всех детей достигает той как у взрослого человека соответственно учитывая то что содержание никотина вот в этом изделии в несколько десятков раз превышает его содержание в сигарете соответственно это конечно будет пагубное воздействие это и отравление это и воздействие на желудочно-кишечный тракт так как он употребляется через ротовую полость сердечно-сосудистой системы ну и я так думаю что в первую очередь это нервная система которая у детей еще такая вот нестабильная а как это проявляется вообще на детях вот они учатся в школе да вот я слышал что это отражается на памяти и на каких-то вот интеллектуальных способностях и в принципе на успеваемости как это вообще появляется на поведении ну все мы понимаем что никотин это психоактивное вещество обладающие высоким наркогенным эффектом даже больше чем алкоголь и соответственно вот эти вот сложные химические процессы которые в головном мозге происходят и так скажем никотин он замещает вот эти рецепторы до которые при каких-то малых дозах например употребление снюса вызывает возбуждение а потом естественно угнетающее действие на нервную систему поэтому если у ребенка например все-таки произошла какая-то передозировка это будут классические признаки отравления никотином и больше а вот с какого раза уже человек попадает вот все вот этот в как говорится в яму привыкания как говорится да вот привыкание с какого с какого раза я слышал что даже со второго или третьего раза уже да ну учитывая высокую дозу и сейчас мы говорим о несовершеннолетних то есть о детских организмах соответственно то есть пусть я просто через пять-десять лет может так скажем приобрести синдром зависимости то у ребенка это намного в разы быстрее произойдет то есть пути к получается категорически лучше вообще не пробовать получается это однозначно наша цель когда мы говорим о профилактике употребление любых психоактивных веществ первая цель это не допустить первую пробу то даже вот среди подростков какие-то появились такие своеобразные сленги какие-то да вот какие-то такие словосочетания какие-то вроде бы как они попытаются показать вот какое-то свое преимущество там да или как-то возвыситься вот на вот на этой теме это на самом деле так вы замечали вот что какое поведение в этом плане подростковым это меняется конечно однозначно раз появился новый продукт он появился очень агрессивно с мощной рекламой значит с мощными такими внешними яркими данными да если может быть вам не приходилось видеть но это яркие упаковки это разные изделия этой зубочистки и мармеладки и батончики и просто пакетики в ярких упаковках все это привлекает конечно детское любопытство то есть это естественный процесс дети любознательны и когда ребенок так скажем не находит что-то положительное в своей жизни да он естественно старается ну примкнуть кому-то к более таком авторитетному старшему поэтому распространение снюса у подростков она очень как я говорил агрессивно происходит вот последние так скажем факты говорят о том что но дети наши активнее нас пользуются социальными сетями я знаю что все эти telegram сеть instagram вот сейчас там вот это вот беда она распространяется и пока общество только еще ищет пути как этому все так скажем предотвратить пресечь но в любом случае какие-то механизмы будут найдены отчаиваться не стоит даже и большая слышал такое что некоторые там популярные блогеры даже молодежные к кому хочется как бы детям хочется подражать и да и они вот с экранов как говорится до соцсетей там скан с компьютерных мониторов вещают вот всякие такие вот вещи да как вы думаете ну вы сказали что с этим надо бороться да а как вы думаете как как с этим бороться как вы еще можно то что еще нужно сделать чтобы действительно этот пресечь как тут на корню вы задали совершенно правильный вопрос я видел несколько роликов вот сети интернет сын показывал ну я как вот обычный член общества конечно с дикостью смотрю на все вот эти вот рекламные акции то есть в принципе вот эти люди которые показывают как употреблять снюс к чему он приводит рассказывает о таких мощных эффектов мне как вот я считаю нормальному человеку на это смотреть очень дико а детей это привлекает то есть это необычно что то это не так как вот к чему мы привыкли поэтому этого нужно опасаться насчет того как это противодействовать ну вот 15 января прошло заседание оперативного штаба первое заседание как раз по этой проблеме возглавлял это заседание заместитель губернатора люльков сергей александрович присутствовали все представители органов исполнительной власти в том числе и роскомнадзор значит и министерство образования министерство здравоохранения и представители общественности у мвд в принципе предложение есть их много если это все реализуется ну то есть вот роскомнадзор например предлагает активно использовать реестр который распространен в широком доступе в интернете и туда вносить например точки продажи снюса если найдут они какие-то юридические несоответствия то есть вот то что например несовершеннолетним все-таки это нельзя рекламировать продавать распространять и так далее то это будет закрытие сайтов например в каких-то ситуациях может вмешиваться роспотребнадзор сотрудники полиции могут проводить рейды по выявлению вот этих точек продаж ну и и также ну я так думаю что в первую очередь все-таки многое зависит от родителей то есть если родители неравнодушны к судьбе своих детей соответственно они должны знать чем занимается их ребенок значит сколько времени он проводит в интернете может быть в каких-то моментах нужно даже это ограничивать но то чем ребенок занимается и контакт с ребенком должен быть хорошей и больше если можно сказали о родителях и детях то на что следует обратить родителям внимание вот что может вызвать у них какое-то подозрение что их ребенок попал в беду он попробовал этот снюс он значит кому-то подражает в плохом смысле слова да как вот по каким явлениям каким признакам я думал над этим вопросом да потому что но в принципе когда человек покурил от него идет запах я думаю что здесь тоже разницы нет снюс вот производителя ну видимо опять же для привлечения внимания наших я так сейчас говорю о детях они придумывают разные формы разные наполнители ароматизаторы значит это и специи которые до усиливают вкус сейчас и мята и малина и чего только нет поэтому дети как раз между собой и обмениваются то есть покупают разные варианты и происходит определенный вот этот вот change то есть но запах появится в любом случае то есть вот этот ароматизатор он очень мощный ваш ребенок но будет приятно пахнуть но вы точно заметите что это он не чаю попил с мятой например другой момент раз снюс вызывает например обильное слюноотделение ребенок также будет очень часто сплевывать например ну другие признаки изменения поведения опять же какой-то внешний вид бледность да некоторые признаки похоже вроде бы на какие-то возрастные изменения но я вас уверяю что вы точно будете знать что это не какой-то там пубертантный криз да то есть подростковый криз ну даже если это не снюс поведение ребенка изменилось я думаю все равно родители даже в этом случае могут обратиться к специалисту там к психологу в школе либо ну это уже будет какой-то медицинский работник а там уже все выяснится то есть методики определения метаболитов никотина в человеческом организме они есть мы их широко используем могут в нашу больницу обратиться по телефону доверия который наверное прозвучит в этой передаче давайте сразу скажем телефон телефон 717 717 его многие знают он работает по будним дням с 8 утра и до 16 00 если ну что-то вы переживаете за анонимность какую-то что-то все пожалуйста поэтому телефону выясняйте даже без представления мы готовлю ответить на любые вопросы но если там не дай бог случилось какое-то отравление и состояние здоровья ребенка вызывает у вас опасения вы можете обратиться в любую медицинскую организацию там детскую специализированную то есть пожалуйста самое главное чтобы здоровье ребенка было сохранено спасибо ну еще вот я хочу прям вот к родителям сейчас обратиться в ходе нашего диалога чтобы все родители которые сегодня нас вот смотрят слышат видят нас до чтобы они пришли домой и на самом деле пока каждый родитель поговорили своими детьми просто поговорили что есть такая беда что это на самом деле чем она грозит и вот очень хочется чтобы нас услышали дорогие родители придите поговорить своими детьми я думаю ибо еще тоже присоединится к этому конечно сейчас и психиатрия наркология она так скажем направлена на то чтобы вот уменьшить вот этот страх и боязнь у родителей я хочу сказать что вот за последние например ну два-три месяца прошлого года к нам обратилась 26 детей именно с этой проблемой естественно слава богу это не было никаких отравлений но я о чем родители хочу предупредить если вы все таки неравнодушны здоровью своих детей мы можем и должны передавать эту информацию в органы внутренних дел то есть если вдруг по каким-то причинам к вам обратиться сотрудник полиции он выяснит просто вот у вашего ребенка либо у вас может быть вы знаете больше об этом точки продаж то есть нам сейчас нужны точки распространения интернет интернетом обмен между детьми значит это само собой да это беда но есть и не так скажем благонадежные не продавцы которые вот распространяют этот снюс до через свои там магазинчики так далее это тоже один из источников вот этой неприятности но вот чтобы этот закон на самом деле работал чтобы он был не просто вот так вот приняли закон это очень хорошо конечно это долгожданный закон такой и мы гордимся тем что он именно я уже говорил об этом что именно у нас в регионе мы его приняли потому что мы заботимся о наших детях мы достаточно должны быть нетерпимыми вот к этому злу и если мы будем действительно зная где их продают вот эти вот снюсы да и будем об этом сообщать и будем как-то сразу сигнализировать то конечно тогда эффект будет не не за да не заде ну не будет как бы долго себя ждать да то есть сразу проявится да ну я понимаю что общество оно многообразное и может быть кто-то думает по-другому это мнение тоже можно учитывать но поверьте мне вот принимая вот этот закон я думаю никто из депутатов не сергей иванович морозов не хочет так скажем сделать плохо не вам не вашим детям взрослые да взрослые он так скажем в правильность ваш выбор ваш выбор пожалуйста но в любом случае мы как специалисты должны людей информировать что неблагоприятные последствия есть значит может быть они даже хуже чем при табакокурение например да но вы должны об этом знать а там уже делать что хотите но дети это другое детей пожалуйста вот не трогайте я думаю если не дай бог там сейчас даже информация проходит что некоторые родители приобретают своим детям вот эти вот вещества что появились какие-то белые снюсы до которые там не портят зубы и так далее но поверьте все-таки это синтетика это именно синтетический продукт который ну сделан химиками вот я говорю специально для того чтобы поверьте что на вас на вас и вашем здоровье на ваших детях просто наживаются это баснословная тоже прибыль для них ну вот я сейчас сделал такое своеобразное обращение к родителям да вот и хочется тоже чтобы следующую такую вещь вот мы сказали сейчас с какого возраста родителям все-таки следует провести беседу такую скажем профилактическую что они вот их ребенок может встретиться с такой бедой что ему может какой-то подросток там предложить вот эту гадость да и он должен четко сказать что нет вот в каком возрасте это нужно сделать вот опять сложный вопрос из тех 26 детей которые обратились в нашу больницу мальчику было 8 лет а девочки 10 лет вот представляете то есть я думаю они еще даже не осознают что им предлагают что они употребляют вот у них как-то были признаки до отравления родители но во-первых должны со своими детьми поддерживать себя всегда время ребенка как я уже сказал должно быть заполнено да это не только родители конечно этой школы спортивные секции да мы свое детство помним мы всегда были заняты разговаривать с ребенком нужно всегда вот эти доверительные отношения мне кажется это самый важный момент то есть ребенок даже если он что-то попробовал он должен прийти к вам и сказать об этом но честно и открыто я думаю не стоит конечно впадать в панику там ругать ребенка там бить его по рукам не дай бог там еще что-то такое всегда нужно разговаривать понять почему это произошло и вот эти воздействовать вот на эти болевые точки на эти причины то есть может быть у ребенка что-то не складывается в школе может быть какие-то проблемы с одноклассниками там с друзьями и так далее может быть с девушкой какие-то проблемы да все мы понимаем что никотин ну как я уже сказал это все-таки психоактивное вещество да и на первых как бы моментах употребления до происходит какое-то расслабление но потом ситуация совсем обратной становится поэтому разговаривать со своими детьми доверяйте своим детям не надо конечно там могу ли но сразу обвинять да и вызывать какую-то протестную реакцию тем более все мы понимаем что у подростков это опять же нормальная реакция но все наши дети любимые поэтому я думаю какой-то консенсус и вот устранение причины оно найдется ну то есть всегда должен быть диалог обязательно но в принципе юрий борисович вы назвали все равно вот возраст 8-7 лет да получается перед школой однозначно нужно поговорить потому что именно наверно в школе да этот ребенок и может встретиться в школе во дворе на то есть вот как так но скажи просто вот раз уж мы коснулись вот школы да вы какую-то методическую тоже работу проводите в этом направлении да и как это осуществляется и вот вообще какой-то диалог идет вот такой с собой со школой с предпредавателями с родительским может быть составом конечно я иногда даже шучу что мы в школе проводим больше времени чем у себя на непосредственном месте работы со всеми учебными заведениями у нас заключены договора составлены планы работы вот это вот строчка ну раз снюс стал очень актуальным мы туда ее внесли сейчас сегодняшнего дня начались вот профилактические медицинские осмотры выявление не медицинского употребления значит у подростков у обучающихся школ сузов в этом же медосмотре мы как раз выявляем и употребление вот этих вот никотин содержащих изделий я их так назову используем и подтверждающие методы химико-токсикологические то есть если все-таки факт подтвердился и с учителями то есть наши специалисты вот сегодня и горячая линия проходит в министерстве образования я предлагаю вам посмотреть на сайте министерства образования допустим телефоны если есть какой-то вопрос может сейчас обратиться там и представители минобра и представители минздрава присутствует лекции семинары обучающие семинары для педагогов все это вот и раньше проводилось но сейчас я думаю это будет такой очень масштабный план реализован и больше а вот как вот относится такому мнению что вот лучше чем сам вот ровесник да наверное все таки вот информация она лучше усваивается да когда ровесник сам выступает перед аудиторией своих же да вот по возрасту равных равному да и вот мне кажется такие вот опыта такой вот как вы к нему относитесь вот нужно это делать я очень положительно отношусь поэтому есть активные дети есть много положительных детей вообще все дети хорошие просто я говорю у некоторых вот в жизни случается что-то да и они просто остаются без какой-то поддержки в принципе есть школьные активы есть волонтерские движения я говорю есть положительные примеры тренера в секциях педагоги хорошие на любимые так далее все все мы все специалисты кто-то врачей любит например на все должны участвовать в этом единственно говорю да есть органы допустим надзоры этому мвд у которых но принцип работы так скажем запрета надзора и так далее да там чуть построже у нас доброжелательно благодушно также у педагогов да ну то есть все по-разному то есть не родители не дети я говорю еще раз пожалуйста не воспринимайте вот это как какую-то я не слова даже вот трудно подобрать ну какой-то вред для вашей жизни то есть все равно все вот хотят чтобы у вас все было хорошо у вас и у ваших детей это я обращаюсь к родителям но сейчас сказали что про волонтерские движения тоже у нас же целая армия волонтеров медиков и есть в лианской области и мы гордимся этим на самом деле они занимают такие первые места на федеральном уровне по различным медико-социальным направлениям я думаю тоже одним из направлений они обязательно возьмут это направление вот по борьбе со снюсом я думаю это будет очень большое такое дело конечно у нас заключено соглашение то есть мы их привлекали волонтеров медиков активно там для профилактических акций я думаю что это очень положительный опыт а вот вы сказали про медосмотры да вот медосмотры такие вот как раз на наличие этих препаратов вот это вообще как-то есть практика может быть в детском здравоохранении как-то это тоже использовать да то есть может быть в там в поликлиническом звене да конечно но и делается это делается и вот вчера советником губернатора с валентина герасимна караулы как раз обсуждали эту тему уже после вот этого оперативного штаба который прошел 15 числа значит все организации то есть понимаете наркология это специализированное учреждение да естественно не каждый родитель не каждый ребенок придет к наркологу но есть и детские больницы то есть любой специалист он ну мимо этого равнодушно пройти не может то есть сейчас реализуется концепция государственной политики противодействию табака и иных табак с никотин содержащих и изделий и там четко прописано что любой врач должен зафиксировать это все в медицинской документации статистика должна учесть вот в россии почему-то статистика в последнее время очень страдает это будет все наглядно если все-таки помощь нужна уже более узкая какая да ну вот уже зависимость не дай бог какая-то или какие-то осложнения для здоровья тут нарколог конечно подключится любые медицинские работники если не дай бог все-таки у ребенка признаки отравления это обязанность то есть приказ минздрава по которому медицинский работник должен эту информацию передать в органы внутренних тел мы в начале передачи как бы об этом тоже разговаривали поэтому вот ну все делается но не должно быть такого чтобы там времени хватало или еще что-то такое понятно что лимит времени да он как бы есть конечно но тем не менее и во время приема и во время осмотра ребенка надо все спрашивать то есть детская диспансеризация тоже да она тоже подразумевает выявлением факторов риска и поэтому сейчас уже многие факторы риска практически как у взрослых встречаются в детском возрасте поэтому это надо выявлять а вот употребление этих вот психоактивных веществ и вот этих нюсов да это как раз один из мощнейших таких факторов риска возникновения в будущем грозных заболеваний да но мы с вами павел сергеевич даже на самом деле ведь говорили что вот предлагая вот сейчас раньше например ребенок шел по улице да его угощали там конфетка еще чем-то да и это все было нормой сейчас до опасно сейчас появились вот эти синтетические наркотики которые употребляются различными способами да сейчас вот появился вот снюс никотин содержащая этот продукт еще до в яркой упаковке поэтому вот все-таки детей нужно как-то настораживать и ограничивать да у незнакомых людей раньше говорили не ходить с незнакомым там куда-то да особенно если он тебя там ну раньше конечно это все было проще как-то было добрее сейчас вот общество она немножко с недоверием я думаю должно относиться к такому вот проявлению как это доброжелательности хотя нет я говорю но есть и хорошие люди которые искренне угощают чем-то да но вот перед новым годом появилась информация что дед мороза как раз ходит по улице раздает этот снес мы не сообщили об этом средствах массовой информации то есть не проявили вот эту инициативу чтобы не сделать рекламу потому что пока еще информационный вот этот вот раздел он идет то есть мы людей пока информируем что есть негативные последствия и побоялись что например сообщив эту новость наши дети наоборот сочтут это как бы призывом чтобы пойти и взять эту конфетку поэтому очень осторожным нужно быть понятно ну и может быть какие-то пожелания больше сказать там родителям можете обратиться сейчас и ну я родителям всегда желаю одно вы любите пожалуйста своих детей ведите с ними диалог относитесь к ним к своим детям доброжелательно интересуетесь чем они занимаются то чем занятых свободное время с кем они как раз и дружат ну и думаю что все будет нормально поэтому что и общество и губернатор и все представители органов власти и мы медики выпал сергеевич как руководитель учреждения все заботимся о здоровье наших граждан и наши дети спасибо большое за такой содержательный разговор ну что ж дорогие телезрители вот такой разговор о медицине на сегодня получился я думаю он был очень полезным очень своевременным и я всем желаю здоровья до новых встреч ваш доктор смирнов субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Дима Торзок и